Что происходит с ценами на рынке недвижимости в России интересует уже не только продавцов-покупателей и инвесторов, но и простых бабушек у парадных. А у вас, кстати, бабушки у парадной все еще сидят. Я продолжаю свои риэлторские переклички. У меня только настоящие специалисты своего дела в своих регионах. Я прошу с уважением относиться к тому, что они говорят, потому что все, что они говорят, основано на их личном опыте. И сейчас мы поговорим о недвижимости в городе Казань. И пригородах. Вы давно уже просили эту перекличку. И мы проверим у специалиста, действительно ли так, как в статистике, которую указывает Сбириндекс, цены в Казани с ноября 2022 года по конец января 2023 года в реальных сделках упали всего на 1%. А на первичке затоваривание составляет больше 50% от построенного жилья. Итак, сейчас проверим все эти сведения, слушаем специалиста из города Казань. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Многие просят рассказать про Казань. Горячий город пользуется спросом. И давайте, может быть, немножко назад откатимся. Расскажите, пожалуйста, был ли в декабре 2022 года какой-то всплеск интереса на рынке недвижимости в Казани? Да, безусловно, был. Конечно, он не сравнится с тем, что было в позапрошлом году, в 2021, но в любом случае всплеск был. Ноябрь у нас был очень тяжелый, сделок было крайне мало. Вот декабрь немножко все-таки увеличил показатели, количество сделок увеличилось. Вот некоторые регионы говорят, что в январе, на январские праздники, прям вот разрыв мозга был, было большое количество заявок. Ну, в общем, рынок был активный, а потом постепенно к концу января все заглохло. И февраль, ну так, у кого-то рост, у кого-то падение спроса. Как Казань пережила январь-февраль? Нет, у нас январь не был диким, у нас все-таки традиционно, мы остаемся таким, не знаю, как сказать, январь, первые две недели января у нас традиционно вообще никакие. То есть никаких движений нету, многие уезжают там. Ввиду того, что Казань у нас теперь достаточно туристический город, к нам приезжает очень много народу. Соответственно, казанцы, наоборот, пытаются в это время уехать из города. Потому что только вот, чтобы примерно понимали, наш Казанский Кремль, новогодние праздники ежедневно посещало по несколько тысяч человек. То есть несколько тысяч человек, приезжих именно. Всего, говоря, там посетило что-то около 60, что ли, тысяч человек. Поэтому народу очень было много, соответственно, у нас первые две недели января, ну, такое затишье на рынке всегда, это было всегда, и этот год не исключение. А вот начиная с конца января мы видим восстановление спроса. Во-первых, цены прекратили падение. То есть если весь 22-й год мы видели падение, и в среднем за год цены упали на 15-20%, местами даже чуть больше, то в январе и феврале, сейчас закончился февраль, цены стоят. Это можно сделать вывод, что мы прошли уже такое дно, и будет либо стагнация по ценам именно, либо будет, ну, рост, я не думаю, что будет рост. Для этого нет никаких показателей. Скорее всего, цены будут какое-то время у нас стоять. И потихоньку мы видим, спрос начинает отыгрываться. Количество сделок начинает потихоньку расти. Кроме того, мы сейчас через 3-4 недели войдем в активную фазу загородного рынка. Это единственный сегмент в Казани, который продолжает рост как спроса, так и цен. На загородную движимость у нас цены значительно ниже, чем в Казани, чем первичка-вторичка. Чтобы примерно понимали, однокомнатная квартира в новом доме, там площадью 45 метров, можно легко поменять на загородный дом. Еще и останутся деньги на ремонт и мебель. Ну, загородные дома разные бывают. Как далеко это будет от Казани? Пощадью 100 квадратов, там 6-7 соток земли на удалении 15 километров от Казани. Ну, слушайте, по питерским меркам это прям город, 15 километров. У нас 15 километров это уже пригород, то есть, чтобы вы понимали, казанская агломерация заканчивается на удалении где-то 30-40 километров. То есть, дальше 40 километров, все, это уже не жители Казани, это уже другие районы. Ну, да, так там уже получается Мариэлл с одной стороны, да? Нет, это еще Татарстан, это в любом случае Татарстан, там еще далеко до Марики, до других районов, но в любом случае жители Казани покупают дома вот до 30 километров, то есть, чтобы больше получаса на дорогу не тратить. То есть, добираться час до города, ну, это, ну, исключение понятно, когда там в понедельник утром въезд, в пятницу выезд, когда пробки, это ясно. А в обыкновенное время добираться час, это уже далеко. То есть, мы так любим более компактно жить. Ну, вот раз мы, так сказать, заговорили о ценах, о возможностях, вот вы говорите, что однокомнатную квартиру можно легко поменять на загородный дом. Да, так вот эта однокомнатная квартира усредненная, какая ее цена на сегодняшний день? 6,5-7 миллионов. 6,5-7 миллионов, однокомнатная квартира с какими параметрами? С площадью порядка 45 метров, построена в последние вот там 3-4 года. Черновая отделка. Вот опять-таки сейчас у нас уже начало марта, и очень удобно сравнивать, конечно, с прошлогодними событиями, помните, да, там все это произошло в феврале, в конце февраля, и 1 марта у всех мозг снесло, цены продавцы начали поднимать, потому что рубль начал резко падать, в общем, ипотеку задрали под 22%, никто брать не стал, потому что такой паноптикум был. Вот если сравнить сегодняшние цены на эту квартиру, как вы сказали, 6,5-7, сколько ровно год назад она могла стоить? Ровно год назад стоила на 7,7500. Ну, то есть все же реально, а вот, ну, как бы цены снизились, а можно сказать о том, что разница в цене в рекламе и разница в сделке, конкретный договор, насколько это разница и в какую сторону? Смотрите, если мы говорим непосредственно про дисконт, про торг, то это от 50 до 150 тысяч разница, вот, но, к сожалению, у нас есть достаточно большое количество, процентов, наверное, 30 продавцов, которые живут в другом мире, в другой вообще вселенной, и которые выставляют, продолжают выставлять свои квартиры за 8 миллионов, вот такие, за 8 миллионов, ну, соответственно, у них ни звонков, ничего нет, но это такие упорные люди, которые сидят, и вот, ну, мы не торопимся, и все прочее из этого разряда, и таких вот процентов 30, поэтому, когда открываешь любой агрегатор, разброс цен колоссальный, то есть можно одинаковую квартиру найти за 6,500, а можно за 8. Еще мы с вами в ноябре, когда разговаривали, вы сказали, что на рынке новостроек просто ужас, ну, то есть там было дикое падение, и потом статистика, кстати, это подтвердила, опубликованные официально данные показали, что Казань оказалась чуть ли не одна из первых, у кого была большая просадка по продажам в новостройках, вот как сейчас рынок новостроек себя чувствует в Казани, так же, или все стало намного лучше? Не намного, но лучше. Во-первых, в декабре, вот еще дополнительный фактор по продаже декабря был фактор вероятности отмены льготной ипотеки, субсидированной ипотеки, то есть этот фактор сработал, и многие попытались запрыгнуть в последний вагон. То есть сейчас ситуация немножко лучше. Во-первых, все-таки стало больше различных акций, появилось несколько вариантов ипотеки без первоначального взноса, завуалированных там под кэшбэк, у нас там есть такая программа ипотечная, где 15% возвращается кэшбэк. Но по факту не возвращается, по факту это и есть первоначальный взнос, которого у покупателя нет. То есть вот таких завуалированных акций стало очень много, достаточно. Понятно, что застройщики снизят цену, они не могут, так как цены зашиты финансовую модель, проектное финансирование. Поэтому вот такие акции появляются, и в любом случае потребность в улучшении жилищных условий в Казани остается достаточно высокая. То есть ввиду того, что и сам город растет, очень много студентов к нам приезжает, которые потом остаются здесь в Казани, очень много специалистов приезжает, так как растет и модернизируется город, и многие новые предприятия открываются. Ну и плюс сам город привлекательен, к нам очень часто есть такой большой поток. Это коренные татары, которые, может, даже не жили никогда в Казани, но просто вот вышли на пенсию и хотят на историческую родину вернуться. И вот этот поток есть, то есть город растет, расширяется, соответственно, потребность улучшения жилья в покупке все равно есть. И долго вот стоять первичка вот так не сможет, ее все равно будут выкупать. Хотя затоваренность первичного рынка у нас порядка 60%. То есть 60% того, что построили в прошлом году, не продано. Ну это, да, наверное, один из рекордов России, такое количество затоваривания. При этом застройщики с банками не хотят снижать цену, да, и выдумывают всякие акции. А скажите, пожалуйста, вот есть ли какое-то, может быть, уникальное предложение именно для Татарстана по ипотеке? Ну, к примеру, да, мы все слышали широко известная такая дальневосточная ипотека. А у вас что-нибудь есть такое или нет? Или у вас в среднем по России все? Если говорить про именно какие-то государственные программы, то у нас самая знаменитая – это социальная ипотека. Социальная ипотека – это вообще не рыночный инструмент. Она у нас появилась, если мне память не изменяет, лет 15 назад. Суть ее в том, что, во-первых, ставка там 7% годовых. И стоимость квадратного метра значительно, существенно ниже, чем рыночная ставка. То есть, если на рынке у нас средняя стоимость квадратного метра 150-160, то здесь порядка 60 тысяч за квадрат. Потому что строят эти дома, строят госжилфонд Республики Тарстан. То есть, это некоммерческое жилье. Строят государства. Но, соответственно, и получить эту ипотеку могут только определенные категории лиц. То есть, это бюджетники, работники крупных предприятий, которые участвуют в этой программе. То есть, учителя. И, в принципе, вот у нас в Казани учителю реально получить квартиру. Это вот наша местная региональная программа, работает давно, достаточно успешно. Единственное, есть один такой маленький нюанс. Ты не можешь купить квартиру, где ты хочешь. Ты покупаешь в эту ипотеку социальную квартиру там, где тебе дают. Плюс есть там определенные типа аукциона. То есть, надо какое-то время подождать. То есть, есть очередь, очередность. Она двигается достаточно быстро. В принципе, за год-полтора люди проходят в этой очереди. Это что касается государственных программ. Что касается частых, у нас практически у каждого застройщика есть собственный ипотечный продукт, совместно разработанный с каким-то банком на конкретный жилой комплекс. И там ставки бывают там 1%, 0,1%, 4%, 2%. То есть, таких программ очень много. Практически у каждого застройщика совместно с конкретным банком это есть. Поэтому вот это тоже способствует. У вас до сих пор застройщики под 0,1% вместе с банками реально выдают такие программы. Ведь уже 22 февраля Центробанк выпустил объявление, что теперь банкам, если им заходят ставить такие сладкие ипотеки, придется от 30 до 50% ликвидности резервировать. И что, никак не подействовало? То есть, никто не снял этих... Ну, пока не могу сказать, потому что заявление прошло всего лишь неделя. Возможно, они сейчас у нас как-то тоже поубавятся, но по крайней мере в январе и феврале они прекрасно работали. Ну, январь-февраль, да. То есть, там еще дорабатывает эта программа. Ну, и еще один вопрос. Вот в ноябре мы там сидели с вами, еще удивлялись, что рынок жилья в Казани падает. И первичка, и вторичка, все плохо. А коммерция, наоборот, пользуется спросом. Вот этот тренд сохранился. Там как на коммерции снять, сдать легко объект? Ну, и, соответственно, купить? Да, смотрите, здесь, опять же, тренд продолжается тот самый, он уже продолжается несколько лет. Если вы хотите найти, то есть, смотря какое помещение вы ищете, то есть, если вы хотите снять помещение там в бизнес-центре класса А, то это проблематично. У нас в Казани три, по-моему, бизнес-центра класса А, и все они заполнены 90-95%. То есть, заполняемость практически полная. Вот. Если вы хотите купить, например, торговую площадь размером, там, площадью 70-80-100 метров в центре города на первой линии с витражным остекленением, с отдельным входом и с парковкой, не найдете. Таких нет вообще в принципе. То есть, вот у меня есть одна заявка, я уже месяца три-четыре такое ищу, никак не могу найти. Потому что без парковки еще можно найти, но чтобы еще и парковка была. Ну, вот есть узкие сегменты, которые крайне пользуются спросом, их просто нету. А есть сегменты, например, тот же самый офис, расположен в спальном районе в каком-нибудь цокольном этаже, пожалуйста, свободно, и ценник на них начинает падать. И они стоят, срок экспозиции у них там до полугода вырастает. То есть, вот такие вот тенденции у нас наметились. То есть, какие-то сегменты коммерческой недвижимости востребованы и пользуются спросом, а какие-то, наоборот, начинают потихоньку отмирать. Поэтому в Казани есть очень много примеров достаточно успешных редевелопментов. То есть, есть у нас один бизнес-центр, который изначально, это была обувная фабрика. Эту обувную фабрику сделали редевелопмент, сделали из нее торговый центр, а потом сделали бизнес-центр. То есть, вот такой тройной. Есть, например, тоже успешный пример, когда цокольный этаж, старая советская постройка, сделали бизнес-центр. Хороший, красивый, востребованный бизнес-центр. Поэтому таких вот случаев редевелопмента у нас в Казани достаточно много. Когда переделывают какие-то старые пространства в новые, более интересные, там, либо лофты, либо еще что-то. Таких случаев достаточно много. Поэтому, ну вот это и показывает этот тренд, что какой-то сегмент коммерческой недвижимости очень сильно востребован, а какой-то нет. Хорошо. Может быть, хотите что-то добавить интересное, что вот имеет смысл отметить? Или как бы мы обо всем поговорили, как вы считаете? Ну, вроде бы обо всем. Вот, единственное, можете, знаете, как заметить одну такую тенденцию. Я ее сам вот недавно определил. Вот этот вот растущий спрос на загородную недвижимость, на ИЖС, и присутствие там субсидированные ипотеки, соответственно, застройщики, которые строят дома на продажу, были вынуждены выйти из серого рынка. Потому что, если они работают официально как ИП, соответственно, у них покупатель проходит по субсидированной ипотеке. Если они продают как физлица в серую, то этой ипотеки нет. И у нас прямо вот бум произошел. Легализация вот этих вот застройщиков ИЖС. То есть, я не говорю про крупные делоперские компании, а именно про те, которые строят один, два, три дома. То есть, их вдруг у нас вылилось. У нас год назад даже открылась ассоциация застройщиков ИЖС. И там сейчас около 200 компаний. То есть, представьте, они сразу за буквально там 2-3 месяца набрали 200 участников, 200 членов этой ассоциации. То есть, ну вот такой, вроде бы это не наше, в налоговую больше их сегмент, но вот рынок недвижимости легализовал застройщиков ИЖС. Здорово. Спасибо большое. Спасибо, что откликнулись. В общем, сухой остаток у нас получается такой. Рынок недвижимости Казани жив, но разнонаправлен. То есть, квартиры на вторичке все еще пытаются продавать по завышенной цене, но продается только то, где цена совпадает с мнением покупателя о цене. Потом первичка живет тоже своей жизнью. Затоваренность 60% никто не берет, но цены застройщики продолжают поднимать в прайсах, но снижать благодаря каким-то акциям. Нет, в прайсах они не поднимают. Прайсы остаются прежние. Нет, прайсы остаются прежние. Цены на первичную недвижимость, если смотреть по прайсам в Казани, стоит, ну вот с февраля прошлого года она стоит, не меняется. А вот по факту фактические сделки проходят по другим ценам. Можно еще, знаете, какой момент отметить? У нас в 21-м и 20-м году было большое количество инвесторов. На первичном рынке в 21-м году доходило до 60% всех сделок инвестиционные. Сейчас, естественно, этого нету. И мы увидели другой тренд. Из Казани очень много покупателей Турции и Дубай. Прям все агентства недвижимости с ума посходили, стали открывать там представительства, то есть какие-то связи налаживать, вплоть до того, что у нас из Казани прошло уже, ну, пять точно, четыре или пять бизнес-туров, когда несколько агентств недвижимости собрались и поехали на бизнес-тур в Турцию или в Дубай. Ввиду того, что как бы Татарстан все-таки тоже мусульманская республика, и там и вот, видимо, вот такие связи, то есть у нас инвесторы переключились туда. Да, достаточно много сделок проходит по Турции и по Дубаю. Слушай, ну разница между ценой в Казани на квартиру и ценой в Турции, наверное, раз в 10 или 20, причем в долларах, да? То есть в Казани деньги есть? Нет, не в 10 или 20, в Казани выше цены, чем в Турции, безусловно. А, вы про Турцию, нет, там про Дубай. Про Дубай, да, в Дубае выше, но туда тоже есть спрос. Просто в Турцию неужто кто-то еще после последних событий готов из Казани купить что-то в Турции? А я вам просто скажу один пример. Один из достаточно успешных специалистов у нас в Казани с большой аудиторией блогера написал, через два дня после землетрясения мне до сих пор продолжают идти запросы на покупку. Люди, наверное, просто не смотрят в интернет и в телевизор. Смотрят, просто спрос, Казанский спрос сосредоточен в совершенно другой части Турции. То есть в противоположное землетрясение там, где не затронуло. То есть это район Анталии, Алании, вот там. Но можно в конце подвести такой короткой фразой, наверное, да? Казань – город-контрастер. Да, да. И агентство, которое умеет диверрифицировать свои направления, вовремя уметь переключаться на спрос, переключаться на предложение, на первичку, вторичку, вот те как раз и растут. И хорошо растут. Хорошо. На этой позитивной ноте тогда предлагаю закончить. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. До следующих встреч. До свидания. До свидания. Да, до свидания. Ну вот такая вот история у нас по жизни рынка недвижимости в городе Казань. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу услышанного и что происходит непосредственно в ваших регионах. Риэлторов из других регионов приглашаю к себе на перекличку. Обращайтесь ко мне, и мы сделаем интервью по ситуации на рынке недвижимости в вашем городе. Поверьте, здесь у нас очень интересно. Также всех приглашаю подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на который находится под данным видео. Щегельский о недвижимости без сиропа. Там я пишу намного больше информации чаще, чем успеваю записывать видео. Ну и пока. Всем пока. Без сиропа.